Татьяна Янькова Семья Ниньковых сразу обратилась к правоохранителям. Найденный фрагмент тела они передали специалистам. А уже на следующий день Герда обнаружила еще останки. Уже тогда следователи начали тщательно следить за псом. Он привел сотрудников следственного комитета к этому пустырю на пересечении Сухарева и Тракторной. Здесь во время осмотра каминалиста обнаружили еще одну часть тела. Следственно-оперативная группа работает на месте с помощью специальных средств. И даже с воздуха специалисты обследуют каждый сантиметр площади. Главное найти то, что поможет раскрыть резонансное преступление. Предположительная жертва – женщина. Ее возраст станет известен после заключения экспертов. По предварительной информации, смерть пострадавшей наступила несколько месяцев назад. Не факт, конечно, что все части тела именно здесь. Потому что бывали случаи, что в разные места злоумышленник прятал части тела. Поэтому будем искать, будем проводить необходимый комплекс мероприятий. Будем устанавливать лиц, которые без пропали, как в этом районе, так и в других частях города. Уже назначенная генетическая экспертиза ДНК-код поможет установить личность погибшей. По данному факту возбуждено уголовное дело. С разницей всего в несколько дней Оренбург потрясает информация о еще одном жестоком преступлении. Молодая девушка убита в собственной квартире. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах. Последнее видео 29-летней Оренбурженке. Она записала его специально для музыкального конкурса. Планировала поехать в Москву. Светлое, жизнерадостное. Такое ее запомнили близкие. Жизнь молодой женщины оборвалась неожиданно. Днем 31 мая. Преступление совершено здесь, в одной из многоэтажек степного поселка. В тот день погибшая хотела выбрать своей младшей дочке платье и уже собиралась выходить из дома. Тогда к ней в квартиру ворвался бывший сожитель. Он начал жестоко избивать женщину. А после долгих издевательств он задушил свою возлюбленную. На крики о помощи соседи так и не откликнулись. Они признаются, в роковой день подозрительного шума никто так и не заметил. Здесь вот постоянно, что тут дети прыгают, кричат. Что-то было за какой-то день. Это, по-моему, не было. Спустя всего день подозреваемый по делу задержан. 29-летний Артем Потанин сразу признал свою вину. Убил потому, что люблю. Именно так он объяснил следователям причину кровавой расправы. Молодой человек сходил с ума от ревности. Ведь совсем недавно пара рассталась. С тех пор мужчина преследовал бывшую сожительницу и регулярно ей угрожал. Он думал, что у нее появился какой-то мужчина. Возможно, надумал себе еще что-то. Но исходя из тех соображений, которые имелись у него, он сказал, что на почве ревности, прерывновав ее, обдумывая, что она нашла себе другого ухажера, он пришел с ней разобраться и жестоко избил. Погибшая не раз обращалась в полицию с жалобами на угрозы и побои. Это фото она сделала после очередного порыва ярости своего знакомого. По официальным данным, все заявления женщина забирала. Именно поэтому все избиения оставались безнаказанными. У Оренбуженки осталось двое малолетних детей. Теперь решается вопрос, кто займется их воспитанием. Полицейские констатируют, с начала этого года количество преступлений в регионе сократилось больше, чем на 2%. В том числе снизилось и число убийств. Несмотря на это, наша область все чаще попадает в криминальные сводки России. Январь 2018 года. Всю страну взрывает новость. В Оренбурге совершено жестокое убийство. Жертвами заумышленников стали бизнесмены и его 7-летний сын. Обоим нанесено множество ножевых ранений. Спустя сутки на место трагедии горожане несут цветы и мягкие игрушки. Именно здесь был обнаружен автомобиль с погибшими. Коллеги оренбургского предпринимателя недоумевают, почему с молодым мужчиной могли так жестоко разделаться. Вообще сама по себе ситуация не укладывается в голове. То есть это по сути дела трагедия, причем не в масштабе какой-то там одной маленькой семьи. А в гораздо большем. Спустя три месяца в Центральном районном суде избирают меру пресечения троим подозреваемым. Жители Абдульна обвиняют в совершении особо тяжкого преступления. Но спустя несколько дней все обвинения с мужчин снимаются. Их отпускают домой. Подробности этого дела до сих пор не разглашаются. Расследованием громкого преступления занимаются криминалисты из Москвы. Рассматривается сразу несколько версий произошедшего. Среди них и личные мотивы, и убийства на профессиональной почве. Местонахождение предполагаемых преступников до сих пор неизвестно. Загадкой остается и то, где сейчас находится один из самых опасных преступников России, Валерий Андреев. Уроженец Оренбургской области обвиняется в совершении ряда похищений, изнасилований и убийств. Следователи доказали его причастность как минимум к семи эпизодам преступления. На сайте Министерства внутренних дел России фоторобот Андреева среди девяти наиболее опасных преступников. За помощь в поимке серийного убийцы объявлено вознаграждение в один миллион рублей.